Сегодня Хакасию посетил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Сергей Миняйло побывал в Сайнагорске на заводе по производству молока, а также в перинатальном центре. Какие заключения сделал полпред, расскажет Наталья Гармашова. С молочной продукцией в таких тетрапаках знаком, пожалуй, каждый житель Хакасии и юга Красноярского края. Сегодня на крупнейшем предприятии республики лично побывал полпред. Сергей Миняйло был впечатлен и объемами производства, развернутого на столь небольших площадях, и качеством товара, и вкусом. В финале визита гостям предложили попробовать сыры, производимые на Саян-молоке. Говорить можно долго? Скажите. Глубы нехорошие? Хорошо? А через час правительственный кортеж подъезжал уже к республиканскому перинатальному центру. Он работает только 8 месяцев, но за это время в стенах на свет появилось уже 2364 малыша. Сергей Миняйло посетил медицинские палаты, послеродовое отделение. Как настроение у вас? Отлично. Что правда? Условия нормальные? Ну, замечательно. Я просто помню, когда мы приезжали на стадии ввода объекта, и какие у нас разговоры шли в республике. Наверное, только блатные будут рожать. И вот никто? Можно спросить. Самый обычный человек. Да ладно? В этом помещении приглушен свет, минимум шума. В реанимации набираются сил 17 недоношенных новорожденных. Оборудование самое современное, и это уже дает результаты. Младенческая смертность в Хакасии снизилась в два раза. В финале открытой для СМИ встречи Сергей Миняйло подвел предварительные итоги рабочего визита в Хакасию. И в первую очередь отметил, наш перинатальный центр занимает достойное место среди подобных в Сибири. В прошлом году мы здесь проводили совещание. Вы знаете, что была проблематика. Мы просили просто чуть-чуть отстрочить. И задача была выполнена. Вводить такие объекты нахрапом нельзя. Почему? Потому что это здоровье. Первую голову. Поэтому задача была поставлена. 15 сентября объект был в региону Виктора Михайловича Миколаевского. 18 сентября первый ребенок в Хакасии только приобрела отстать в строковый объект. Полпред добавил, программа строительства подобных центров в Сибири будет продолжена. Поддержка на федеральном уровне обеспечена. Немаловажна сегодня поддержка и продовольственным производством в регионах. Они делают акцент на высокое качество продукции и ее ценовую доступность. А значит, достойны выхода на рынок не только российский, но и мировой. Есть определенные предложения по путям решения. Но они не быстрые, к сожалению. И второй момент. Сами производители должны искать пути решения и предлагать пути решения. Мы единственное сможем, что поддержать и внести какие-то изменения в нормативно-праворывы, а может быть и законодательные акты. Это возможно. Если это мы сделаем, это даст хороший толчок развития не только Хакасии, но и нашим другим. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.